Бесперебойная добыча газа в период распутиться зависит от того, как на местах выполнены противопаводковые мероприятия. За развитием ледовой и паводковой обстановки в местах расположения объектов «Газпромдобыча на дым» следит специально созданная комиссия предприятия. Как решили эту задачу на ГП-1 Медвежинского газопромыслового управления, увидела наша съемочная группа. Состояние дизельной электростанции на контроле начальника газового промысла. Это один из главных резервов на случай чрезвычайной ситуации. Стоит шум, от которого закладывает уши. И это не просто запуск агрегата, пробный для ревизии. Он говорит о том, что все работает как надо. Есть обязательный пятисуточный запас топлива. Нас обеспечивает «Газпромэнерго» 110 кВ, потом переходит 6 кВ. Мы обеспечиваем «Газпромэнерго», но если какие-то непредвиденные ситуации, обрывы, обледенения, никто не застрахован, мы можем полностью себя обеспечить. В арсенале немало средств, чтобы встретить поводок во всеоружии. Например, генератор и мотопомпа для откачки воды. Задолго до весенней распутицы работники газового промысла проверили их состояние. Там, где это было необходимо, провели текущий ремонт. На удаленных от города объектах все хорошо знают – должна быть готовность номер один. Созданы аварийные бригады, которые круглосуточно находятся на промысле, которые в любой момент проведены им инструктажи, проведены учения. На этом участке возле складов ГСМ работа по уборке снега осталась на три часа. Сначала бульдозерист собирает массу в большие кучи. Затем с помощью спецтехники их сгребут и вывезут с территории. Нет снега и на самих зданиях. Мы вообще в течение года счищаем снег с крыш, но особенно, когда тает, чтобы не образовывался лёд и не причинил травм никому. Мы счищаем снег с козырьков, с крыш зданий, сооружений. О складывающейся паводковой обстановке на газовом промысле здесь закладывают ежедневно, поскольку выполнение каждой задачи на контроле руководства предприятия. Светлана Тусида, Сергей Черков, телевидение «Общество» «Газпромдобыча на дым».